Здарова, друзья! Сегодня у нас будет рубрика в поисках золотого луча. Ну и сегодня мы пойдем играть до золотых лучей, и думаю, возможно, мы с вами сможем как раз-таки сделать это довольно быстро, потому что такая рубрика у нас существовала, в принципе, всегда, но снимали мы только ее на пятой карте, и, ну, в основном только под конец сезона, когда все уже бегали в золоте. Сейчас же золото не является такой редкостью, то есть, в принципе, можно выбить, ну, и с людей, и с боссов, да и, в принципе, даже с ящиков, почему бы и нет. Поэтому сегодня у нас такая вот интересная задача выбить что-нибудь золотое, и что-нибудь, ну, реально лучше, поценнее, потому что мы можем, конечно, ходить по боссу с айгой, и рано или поздно с айганом золотая точно выпадет, но нужно что-то, наверное, более интересное. Но если все будет очень плохо, то, естественно, ну, придется как бы довольствоваться тем, то, что имеем. Ну что ж, сегодня идем фармить золото. В любом случае у меня уже чего-то есть, конечно, но я думаю, что чем больше, тем лучше. Так было всегда. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Также желаю приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и на телеграм, как обычно, ссылочка будет в описании. Думаю, ну, что залететь стоит, там сейчас проходят розыгрыши. Поучаствуйте, может быть, победите, посмотрим. У нас будет соло-режим. Карта, как обычно, будет седьмая в любом случае, потому что золотые лучи, то это вот именно туда. А вы видели, что на булдроп открылась фабрика эльфов? Думаю, нужно и себе забрать немножко подарков. Ну а перед этим докину немножко себе на баланс. Ну и, конечно же, заберу бонус по моему промику. Ну и, наверное, откроем пару кейсов. Как видите, чем больше кейсов мы открываем, тем больше карамели мы получаем. Она нам понадобится немножко позже в ивенте. Ну а пока давайте откроем еще один кейсик. Вроде бы окупились. Давайте расскажу, что сделать с карамелью дальше. Заходишь в ивент, нажимаешь обменять, и вся карамель превращается в определенный предмет. Кроме этого, люди, которые обменяют больше всего карамели, также получат награду из топа. Ну а для вас я оставляю целый промик на 350 карамели. Ну что ж, настало время вывода. Давайте выведем себе юсишки на наш баланс в пабге. Ждем успешный вывод, вводим промокод и радуемся своим юсишкам на аккаунте в пабге. Можете купить, например, РП. Ссылочка будет в описании и в закрепленном комментарии. Залетайте. Ну что ж, у нас есть несколько вариантов развития событий. И знаете, я даже не знаю, где чаще падает золотой луч. Конечно, наверное, прикольнее бы выбить будет что-то золотое из босса в радиации. Но на самом деле, ну, на радиации как бы файтов достаточно. Ну и допустим, здесь уже, ну, босса, ну, кто-то начал валить. Ну или, по крайней мере, уже очень-очень близко к нему подходит. Так, с понятным. Он решил, типа, ждать меня. Ну, я его прекрасно понимаю. Здорово. Думаю, можешь делать вот так вот. А еще мне сказали, что вот эта оружейка очень ценная. Блин. Похоже, что не обманули, слушайте, реально. Ценная. Я только сейчас понял, что человека оказывается здесь уже два. Окей. Поначалу прям промазал, но все же залетело, и лута, кстати, у него было, ну, прям неплохо так. Блин, сейчас по-любому нужно разбираться с этими людьми, потому что, ну, сто процентов потом они будут мешать. Я что-то провтыкал, видимо, судя по всему, но окей. Мы с вами не посмотрели босса, потому что я ушел, ящик-то открыл. А вот самого босса я не посмотрел. Ну, ладно, здесь ничего интересного не было. Такс, там выстрелы, но нам нужно, я думаю, идти в радиацию. Да, согласитесь, наверное, обидно, если там босса забрали, но его сто процентов уже забрали, потому что, ну, во-первых, здесь люди заходили, во-вторых, ну, думаю, по этой ледяной речке заходят вообще совершенно все, кому не лень. Ну, понятно. Кстати, босс еще жив. Ну, если я его слышу, то он жив. Что, кстати, тоже максимально странно. Так, собака прочь. Давайте лучше максимально вылечимся. Надеюсь, что у человека того были патроны. Свети с золотым, пожалуйста, братик. Ладно, дотекает что-то. Чего? У него же МК-шка была? М-ка. Просто выбор, знаете, все, кобра. Это он по приколу взял, наверное, с собой или как? А где босс? А вот он. Ну, да. В этот раз с боссом нам ну, прям точно не повезло, потому что такого от босса я не ожидал. Скажу прямо, мне на самом деле неинтересно, что здесь будет, то есть по ящикам. Ну, не хочется мне их открывать. Их реально слишком много. Порой иногда на пятой карте золотаться, ну, просто ну, будет попроще. Где-то здесь что-то взрывается. Вот они, ребята. Хм. Окей. Неплохо, в принципе-то. Так, нужны будут разрывные это по-любому, ну и, в принципе, достаточно. Это был не он. Тот был с МКшкой. Блин. Отлично. Ну, чё, ждём сейчас ещё одного, который решит воспользоваться моментом. АВМ Кобра или МГ Стальной Фронт? Вот это спорный вопрос. Ну, блин. АВМ дороже. Это да. Но, с другой стороны, зачем мне АВМ? Так, с челиком могут золотать силу. Под шумок, да? Ему как бы... Ему, видимо, было всё равно, типа, что здесь человек. Он не пошёл меня крызить, он пошёл лутаться. Ну, это вообще, кстати, штурмовик, серьёзно? Тут они вообще есть? Ребята, вы хотите играть в золото? На самом деле, вот играть с золотой Сайгой, это стало уже дефолтом, и не нужно их прятать там до конца сезона. Какой в этом смысл? Шесть игроков побеждено, так что нормально в целом-то. Хотя один из них штурмовик. Знаете, я бы тоже, конечно, взял Сайгу, но мне нужен второй слот, потому что если мы выбьем золотую пушку, ну, нужно её как-то запихать будет. Малость, что это за пушка будет, типа, неважно, потому что главное, чтобы мы с вами её вынесли. Погнали дальше. Доходимся на золото. Ну что ж, план таков. Вот прямо сейчас. Давайте откроем ящик, немножко тайный, ну, для кого-то уже это просто обычный ящик. Хотя лут в нём может быть, ну, прям очень хорошим. Погнали. Ну вот, 300 тысяч просто так бесплатно. Идём забирать мини-босса, потом идём на радиацию, и надо постараться успеть забрать босса на радиации, потому что частенько он бывает золотым. И, кстати, золотое там обычно, ну, что-то получше. Серьёзная ошибка. Хорошая залетела голова. Патроны пока не нужны. Ну и погнали, быстренько заберём ботика. Может быть, он сразу же будет золотым. На этот раз розовый. Сейчас самое глупое, то, что в этот момент очень много людей стремятся зайти через этот вход. Может, там, конечно, ещё и боты стоят, но людей должно хватить. Как только они услышат выстрелы, все побегут сюда. Здесь вроде должны быть боты. А, они все здесь? Это была АХЕшка? Окей. Окей, попался. Блин, там уже кто-то стреляется. Но это, конечно, не на боссе ещё, но до босса тоже надо как бы успеть. Кстати, патроны кончаются очень быстро. Здесь у нас есть верёвка, и я хочу перелететь на ней, потому что она ведёт, ну, сразу же ближе как раз-таки к самому боссу, который нам и нужен. Блин, красный. И только лишь письмо. Ну, согласитесь, как-то получилось бедненько. Интересно, конечно, придумали боссов, что с них вот, ну, может падать и синее что-то, и что-то золотое. То есть, ну, настолько вот разнообразно, это вообще капец. Ой, блин. Это было проще простого, кстати. Сайга-вышка выпала. Это, видимо, было с босса, то есть он успел зайти на босса и залутать Сайгу-вышку. Отлично. Ну, не знаю, почему он так пренебрёг безопасностью. Стоял ящик, открывал. А что, разве собаки прыгают? Я типа не знал. Вот до этого момента я не знал, что они прыгают. Блин, у него есть ХЕшки, у меня они уже кончились. Не стоило так делать. Зачем? Просто он прыгнул уже раненым, получается. Да, понимаю, кого-то там закрыл, но... Ошибка стоила тебе всего. Кстати, броник у него прям поломанный был. А ещё заметил, что что-то фиолоки очень много. Кстати, неудивительно, почему броня была поломанной. 16 жетонов, чего? В смысле, откуда? Я вот только сейчас заметил, ну... Это то есть уже столько игроков на карте положили? И я уверен, ну, прошло 10 минут, это ещё не всё, далеко. Я в шоке. Ну, типа, 16 это много. Потому что, например, ещё я, ну, лично жив. Со мной пока всё хорошо. Знаете, что ещё самое интересное? То, что мы сейчас можем залутать вообще всю радиацию, и лута у нас будет... Ой, сколько много. Так, пушка-вышка. Отлично. И, скорее всего, просто отсюда улетим. В итоге, ну, звучит вроде как очень хорошая идея. Так, с фиолочку всё убираем, потому что фиолка вообще никакая не нужна. 100% не влезет. Даже 110. Ой. Блин, вот как эти ящики сыпят вообще? Знаете, вот реально, мы об этом уже говорили, наверное, тысячу раз, но я вам расскажу вдруг, кто ещё не знает, кто-то, может, не в курсе этого. Но скажу так. То, что здесь ящиков очень много, по-моему, их насчитали люди 53, но лут в них падает такой себе. То есть, ну, кто-то скажет, может быть, что там лут классный, но по факту мы встречаем каждый второй ящик, это, ну, там, 2, 3, 4 фиолки. Это факт. То есть, ну, с этим даже и не поспоришь. Ну, и что самое интересное, что если вы зайдёте на пятую карту, то там такого, скорее всего, не будет. Нет, у вас не будет такого, что всё будет фиолкой. То есть, по-любому, будет красных, много-много розовых, как минимум. Ну, и фишка в том, то, что ящики на пятой карте, они ценнее. Хоть их намного меньше, ну, в 2 раза минимум, но они, на самом деле, очень ценные там, а здесь такие себе. То есть, открывать выгоднее их будет на пятой карте. Всё же... Блин, собака, какая ты подлая. Вот надо было тебе на вход встать, чтобы задержать меня. Нам сейчас нужно срочно этого игрока валить, потому что, ну... Он, блин, явно мешает. Ещё не особо понятно, где он, и, кстати... Всё. Нам нужно было его забирать, потому что это наш оппонент, который мог украсть половину ящиков. Ещё два жетона? Серьёзно? То есть, типа, не один жетон, ещё два. Такс, 18 штук в соло-режиме, кстати. Ну, не все наши, естественно. Я не знаю, сколько точно игроков я закрыл. Но, скажу так, что достаточно много. Ещё одна четвёрка. Откуда они вообще берутся? Интересно, это мог быть штурмовик или нет? А мы сейчас с вами просто соберём эти жетоны. Я вам отвечаю. Мы соберём эти жетоны. То есть, я выкину броню, но я соберу эти жетоны. Потому что, типа, откуда вообще у него эти жетоны? Боюсь спросить его. Легендарные предметы? Окей. Легендарные? Так, легендарные. Спасибо. Заявочка серьёзная. Интересно, он здесь залутал что-то? Особо вроде нет. Видимо, он лутал карту и решил, что надо там под конец подойти сюда почему-то. И вышел прямо, кстати, там, где вышел я. Кстати, насколько знаю насчёт танка, танк, ну, со стопроцентной вероятностью появляется в одно и то же время. То есть, в 22 минуты у вас будет оповещение, а в 20 минут, ну, когда пройдёт 10 минут откатки, он уже как раз-таки и появится. Так, ну что ж, у нас ещё есть шанс убить что-то золотое отсюда. Давай. Бац, и ничего. Спасибо. И здесь. Бац, и ничего. Ну, в принципе, да. Ну, и вынесли мы что-то типа в районе 6 миллионов, да. 5700 всего лишь и 9 игроков забрали. Ну, неплохо. Хотя не сказал бы, что мы вынесли как-то много, но и фиолки, согласитесь, было очень много. Всё это выкладываем, и теперь нам нужно что-то золотое, ребята. Нужно вот срочно что-нибудь такое. Погнали, будем пробовать ещё. Ну что ж, теперь чисто по боссам. Я думаю, что из боссов мы точно должны добыть какой-нибудь золотой луч. Кстати, пишите в комментариях, откуда чаще вам падают золотые лучи, куда вы обычно ходите, ну и где чаще всего банально встречаете что-то вот, ну, максимально ценное. Он, кстати, очень классно увернулся, я вам скажу так. Блин, там босса закрывают, а я с этим человеком ввожусь. Всё, давай, до свидания, всего хорошего. Если что, потом тебя посмотрим. Но обидно, видимо, босса забрали. Но это, кстати, не повод отчаиваться, потому что с человека иногда тоже может что-то золотое упасть. Например, если он забрал босса, выпало с босса что-то золотое, то шанс того, что с него тоже упадёт что-то золотое, ну, уже высок. Пойдём тогда посмотрим того типа, который мы забрали изначально. Как бы, шмотки будут не лишними. Хотя вот гранату у него было неплохо. Обидно, печально, то, что мы с вами просто, ну, вот так вот глупо не успеваем. Это, видимо, нужно идти в склады, потому что в складах, ну, возможно, и лут сыпят лучше, потому что как бы, ну, надо же как-то на склад его делить и должны вроде давать типа что-то получше. Это, конечно, только теория, но, блин, возможно, на самом деле, что так и есть. Как же у меня хорошо изначально залетело. Так, ну что там, ничего, да? Босс он забрал, оружейку открыл, молодец. Оказывается, здесь всё время был чел, да? А я об этом не знал. Ну, слушайте, классно. Здесь прям много чего валяется. Не, нужно идти в склады, потому что так мы боссов с вами, ну, не заберём. Вообще никак. Только если появимся рядом, одного сможем забрать, или максимум двоих. Потому что в соло-режиме, ну, есть четвёрки, да, которые потом приходят на радиацию, как вы поняли. Снежная буря утихла. То есть, по сути, закрыли всех боссов. Ну, насколько я это понимаю. Я вообще в шоке. Блин, два человека. Ну, вы серьёзно? Давайте зажигалки попробуем зарядить. Я понял, просто промазал. Ну, здесь ок, как бы, закрысили, хотя вон там справа сидел голый чел. И чего-то явно ждал. Так, сейчас у нас немножко другая ситуация. Соло-пресс-сквадов. Ну, и просто людей не так много, чтобы пойти очень быстро сюда и всё успеть забрать. То есть, мы как сольник, у нас немножко другие цели, и поэтому шансов чуть-чуть больше забрать боссов. А уж золотой или нет, посмотрим, как повезёт. Ну, да, повезло. Фиолетовый. Привет, ребята. Чего четвёрки красные постоянно? Гроза Кобра. Ну, это его Гроза Кобра. Босс стоит. Ой-ой-ой. Вот у него, кстати, тоже была Гроза, и почему-то ещё и МК-шка в придачу. Надеюсь, что с боссом мы сейчас покончим довольно мирно. Ну, кстати, тоже сойдёт. Точняк, забыл уже оружейку открыть, потому что мало ли что там выпадет в этой-то оружейке. Проверяем. Говорят, 50 на 50, то есть с 50% вероятностью что-то хорошее падает. Ну... Ну, да. Хотя, по факту, мы в прошлый раз открывали, выпала МГ-шка. Сейчас вот выпала МК-шка. То есть просто... О, ракетница. Ну, тоже подойдёт. Пригодится, если что. Активируем, улетим где-нибудь. Сейчас погнали тогда по тому же самому примерно маршруту. Босс живой. Сделаем чуть-чуть потише, с глушителем постреляем. Сайга обычная. Ну, как обычная вышка, да. Но это, в принципе, самое обычное. Интересно получилось, всё же мы забрали всех боссов, но два фиолетовых, один розовый. Скудновато. Конечно, мини-босс тоже ещё живой. Возможно. Хотя там тоже был сквад, он, возможно, мог забрать его. Спасибо, даже не добежали. Кто-то стоял за углом и ждал. Видимо, слышал наши выстрелы. Так, собрали рюкзак, но благо у нас их много, потому что... Они выпали. Ладно? Ладно. Неожиданно. Подкрысили. Погнали дальше. Кстати, костюмчик новый дали, и рамочку. Прикольно. Блин, знаете, вот как бывает, что в каком-то видео мы идём за танком, а там выпадает сразу же два золотых подряд босса. Сейчас мы с вами не идём никуда в такие места, но при этом нет ничего золотого, когда это нужно. Кстати, этот босс не нокается. Вы заметили? То есть все нокаутся, а этот нет. Так, рюкзак такой себе. Сейчас глянем, что здесь. М-очка целая. Не подходит. В этот раз, ну, 50 на 50, как говорится. Мне кажется, мы с вами забрали уже большое количество боссов. я не считал, но где-то около десятки, и мы с вами их, наверное, уже закрыли. А в итоге-то? О нет, о нет! Ребята, не надо! Пожалуйста, я сам хочу сайгу золотую. Ну, ребята, ну вы чё? Болин! Нет, их слишком много, они быстро заберут. Они уже забрали, даже если сейчас с первого раза залезу. как они вообще вниз его спустили? Иди отсюда. Брат, это не так работает чуть-чуть. А, много так было! Серьезно. Я вот не ожидал, что какая-то четверка с угла вылезет, и мне просто надает в спину. Он, кстати, стоял очень тихо. Ладно, ну, надеюсь, что этим ребятам с чем-то повезло, но с меня ничего не выпало. Спасибо. Какая четверка тоже, кстати, хотела забрать этих боссов, как и я. эм, эм. э. 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 он какой-то быстро вы заметили капец он вообще это человек просто реально скорость не знаю он как-то телепортировался заметьте они не были шестерками но с них что-то выпало по шлему спасибо меня уже ждали на пригорке так сол режим идеальный спав на самом деле но мы уже с вами очень долго играем я вам скажу честно и блин пока что успехов то не так много до боссов мы с вами забираем много но шанс золотого луча видимо возможно кстати пофиксили но вроде не должно такого быть хотя если честно до этого боссы падали ну красные золотые постоянно а сейчас вот ну так немножко реже ну как немножко прям совсем красный в этот раз шлем сталь ну спасибо и на этом принципе погнали дальше не будем вообще задерживаться на одном месте к тому же ну люди скорее всего могут прийти в любой момент серьезно блин они успели закрыть босса да ну четверки хотя один из них ну был шестеркой я думаю что он тоже четверку вылетела оказалось что нет оружейку открыли босса забрали молодцы ребятам не ну нельзя же тиммится друзья ну просто для тех кто не знает нельзя тиммится за это может прилететь очень хороший бан причем меня уже кстати банили не так давно за тимминг и скажу честно еще бан получить я ну не хочу что-то у меня есть предчувствие того что я опоздал все же выстрел с этой стороны были и босса банально могли уже забрать приветик что-то он это аля ли стоит они убивали 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 убивает у меня мало патрон не добивай я убивали 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 у ее интересно ты был их тиммейт но наверное да а нет это был не их тиммейт вот вам и склады блин кстати у одного видимо сломалась судя по всему броням и он из-за этого откис очень очень быстро вот чё тебе нужно было вот именно от меня скажи мне почему вот ты решил пойти на меня как же отстойно получилось то что сорвался но вообще беда погнали к босику блин обидно что он розовый может отсюда что-то золотой упадет узи улучшенный понятно я думаю слышу эти звуки собак но услышал куча шагов блин здорово конечно но если там чуваки с цыгами сидят это просто бедам это жесть что-то в этого не залетела в того вроде что-то сначала полетела а потом вдруг нет кстати у него была дбс вышка поэтому с таким вот уроном я столкнулся но это явно же не с босса выпало дбс вышка согласитесь хотя кто ее знает может быть из босса мне вот жалко броню было я знал что сейчас броней будет такая проблема вот она и случилось разрывные тоже сойдет гранаты пускай будут как минимум парень ты просто жестко влип блин агрессивные четверки но это было что-то странно это видимо их последний тиммейт хотя это штурмовик был кстати ну ребята ну дайте мне золото уже сколько можно я столько играю уже что происходит почему мне ничего из золотого вообще не дают да я сейчас пойду на людей мне вообще все равно ну а ну а ну а ребят вы чего я уж ребятишки ну вы конечно и нехорошие людям чем типа убежали вот 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 блин снова розовый серьезно фиолетовый какой кошмар ходу реально ну разработчики что-то с этим сделали то есть если постоянно падали и золотые то теперь и красный это редкость да и розовые то ну не так часто падают спасибо что дали мне их забрать ну хотя бы что-то но двое красных так ну чё взяли то взяли чё имеем то имеем серьезно зажигалки а а а а а а а а Продолжение следует... Блин, ладно, я попытался, но их все же было много. Друзья, я думаю на этом мы завершим ролик, потому что он уже настолько растянулся, что записи только на 2 часа и вообще в целом, ну где золотой лут, я не знаю. Поэтому будет вторая часть, которая выйдет скорее всего завтра же, так что увидимся и до завтра в новом видео. Продолжим там. Не болейте. Пока.